Многие думают, что сегодня курсанты и сотрудники морских университетов умеют работать лишь с современной плавающей техникой. Однако в мае каждого года во Владивостоке можно убедиться в обратном, на традиционной гребнопарусной регате МГУ имени Невельского. Эти соревнования уже 62 года проверяют на прочность людей, решивших так или иначе связать свою жизнь с морем. В 1956 году она прошла впервые. Хранится память о том человеке, который все это организовал. Это старейший преподаватель Морского университета Евгений Иванович Жуков. Большое количество участников. Ребята с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Программа соревнований ежегодно удивляет разнообразием. За неделю мореплавателям приходится показать свое мастерство и на веслах, и на парусах, и даже в перетягивании каната. Участвуют здесь не только студенты МГУ, но и учащиеся других морских образовательных учреждений. Открывает неделю разнообразных соревнований тяжелая грибная гонка на ялах. Очень важно для ребят, которые осваивают морское дело, почувствовать настоящую морскую стихию. Где это можно сделать? Только вот на таком ботике Петра, яле 6, как он называется, где и ветер, и волна, все с тобой рядом. В этот раз особого разброса в гонке не было. Соперники шли плотно практически всю отведенную милю. Лидеры определились примерно за 300 метров до финиша. За победой гребли судомеханики МГУ и курсанты из ТОВМУ. Именно эти ребята в черно-синей форме в итоге пришли первыми, обогнав конкурентов всего на пару секунд. И это при том, что команда военно-морского училища недавно пополнилась новичками. Большинство уже старшекурсники, и двое человек с младших курсов. Ну, те, кто постарше, уже тренируемся, как бы постоянно, уже четвертый год. А вот есть двое человек, которые, вот, это их первое соревнование, можно сказать, дебют, так сказать. Но это только начало. Впереди плотный график соревнований, где курсантам предстоит показать на открытой воде как силовые навыки, так и свою сноровку. Завершится регата 22 мая торжественным награждением победителей и призеров. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на восьмом.